Всем доброе утро! Кс-кс-кс! Всем доброе утро от Персика! Вот так вот он тут лапки свои сложил. Встречает меня. Сорри за незаправленную постель у нас раннее утро. Я только вернулась из садика. Ромка отнимала. Хоть вид у меня вообще... Вид у меня такой не очень. Я сегодня собираюсь идти стричься, потому что волосы уже не лежат совершенно. Надо стричься обязательно. У меня всегда так, каждый месяц. Перед подстрижкой волосы просто вот что с ними не делая, они никакие. Но это не главное. Сегодня самое главное день рождения у моей доченьки. Ей сегодня исполняется 9 лет. Сегодня у нас 14 ноября. Она у меня скорпиончик. Настоящий представитель этого знака. И я решила снять этот влог в общем... Скажем так, на память. На память для себя. Не знаю, для вас, если вам это интересно. Потому что... Потом очень интересно их пересматривать. Вот. Но сегодня еще день рождения у нашего друга. У нашего маленького друга. Сыночек наших друзей. У него тоже день рождения. Ему исполняется 4 года. Вот. И мы сегодня идем на праздник к ним. Каролинке день рождения завтра будет отмечаться с подружками. Я вообще все сниму, что будет относиться к ее дню рождения. Ну, надеюсь, это будет интересно. И завтра, в общем, организую я им тут стол. Будут они с девочками уже так, немножко по-взрослому тут сидеть. Сами, самостоятельно. Вот. И в субботу уже у нас будет праздник для родных и близких. С моей мамочкой, с моей сестрой. В общем, празднуем Каролине день рождения, можно сказать, 3 дня. Вот. Ну, потому что день рождения в будний день. Сегодня четверг. Ну, и, в общем, вот так вот у нас как-то каждый год получается. Сегодня у нее еще праздничная тренировка, день рожденный. Вот. Ну, естественно, школа. Так что все вот... Все вот так вот у нас происходит. Мальчики, я пришла из парикмахерской. В общем, сегодня мы что-то заболтались с мастером, и она решила... Ну, не решила, я не знаю, короче, специально у нее это получилось или нет, но она меня стреляла короче, чем в прошлый раз. В прошлый раз у меня кара было где-то, ну, вот примерно такое, наверное. Ну, у меня короче. Ну, блин, ладно. Волосы у меня, в принципе, растут довольно-таки быстро. Я могу их не стричь пару месяцев, и они у меня отрастут вообще как бы так довольно-таки неплохо. Но проблема в том, что если даже саму длину не стричь, то надо стричь челку в любом случае, потому что челка это вообще... Когда она отрастает, она просто выбешивает меня. Вот. Так что вот такая вот у меня стрижка. Мне нравится. Мне вообще нравится, когда у меня такое довольно открытое лицо и шея открыта. Мне кажется, это так симпатично смотрится. Симпатично. Вот. Но уши у меня, конечно, такие, что лучше за уши волосы не убирать. Хотя это все... Это все очень так, субъективно. Я, в общем, бегу за Ромашей в садик. Погода на улице отвратная. Надо одеться потеплее. Потом идем праздновать день рождения. Добрый солнечный денек. Сегодня у нас уже 15 ноября. Второй день празднования, скажем так, Каролиного дня рождения. Вчера, как вы поняли, мы сходили на день рождения к другу. Там дети хорошенько повеселились. Сегодня к Каролине приходят подружки. И они, ну, скажем так, отмечают у нас дома. Я сейчас немножко навожу порядок. Потом после обеда уже начну готовить. Ну, ничего такого серьезного. Пицца, там, наггетсы, соки и, естественно, торт. Самое интересное, что торт мы ели вчера в гостях. Сегодня, ну, собственно говоря, мы тоже его будем есть. И завтра мы будем есть его тоже. Короче, знаете, мы торты едим редко. Но если уже какой-то праздник, то это вот, ну, короче... Ну, как без этого? Без этого нет. Девчонки уже мои покушали. Это вот то, что от пиццы осталось. Разрешила через праздник даже полу попить. Еще я жарила наггетсы. Они их тоже уже скушали. Скоро будем, значит, лезать наш тортик, свечки задувать. Вот, решила я особо не снимать, потому что, ну, все-таки, конечно, они стесняются. И тут еще мама с камерой непонятно для чего снимает. Поэтому я решила, ну, короче, не дергать их. Я не знаю, заметили вы или нет, но освещение на кухне у меня стало немножко другое. Сейчас объясню, почему. Мы, значит, когда купили люстру... Купили мы, значит, люстру, вызвали электрика, чтобы ее повесили. А электрика ее повесила неправильно. Вот этими плафончиками туда вверх. И все это время, в общем, люстра освещала потолок нам, а не комнату саму. Вот. И все, у мужа руки не доходили ее перевесить. И не было стремянки, собственно говоря, чтобы это сделать. И, в общем, сегодня мы перевесили. Теперь у меня будет нормальный, хоть нормальный свет на кухне. Еще только вот надо две лампочки докупить. Там специальные не было у нас дома. Именно таких, с таким цоколем. Вот. И будет супер, супер. У меня будет светло на кухне. Я смогу что-то там готовить и вам показывать вечером. И даже иногда на кухне читать вечером. Потому что, вообще, я стараюсь не читать при плохом освещении. Но не всегда это получается. А у нас вот именно на кухне и в детской у детей не очень освещение было. Сейчас мы этот вопрос решаем. Вот. И вообще я хочу, хочу купить себе на Алиэкспрессе для электронной книги такую лампу на прищепке. Чтобы, как бы, в любом освещении я могла читать и все хорошо видеть. Не напрягать свои глазки. Такие вот. Сейчас вам покажу, какой порядочек тут навела сегодня у себя в шкафчике. Ну, конечно, у меня много всего. И не сказать, чтобы прям, ну, как бы, сильно вместительный стол. Но все равно довольно-таки большой. Организация у меня всегда, в принципе, стандартная. Все, по-моему, из этого вы уже видели. Здесь у меня помада-карандаши, кисточки, кремы. Там стоит то, чем я пользуюсь редко. Метеориты, пудры, чехол для кистей у меня. Там, кстати, пробники духов лежат. Разные. Это то, что я буду пользоваться попозже. То, чем я буду пользоваться попозже. Вот видите, какие-то бронзеры старые. Вот этот вот бронзер от Urban Decay, который вот как-то вообще у меня не пошел. Бронзер от NYX. Я пока все это отложила, потому что, в принципе, все эти продукты мне заменила моя плеточка от Unblot. Вот, который мне Светочка прислала. Я пользуюсь сейчас только ей. Здесь у меня вот такой волшебный, волшебный коробочек, в котором лежат остальные помады, эти блески, которые вот, естественно, сюда уже не влезают. Вот. Тут вообще просто, знаете, это пещера алибабы. Сверху обычно лежит то, конечно, чем я пользуюсь чаще всего. Ну и еще вот продукты для лица, которыми я периодически пользуюсь. Естественно, мои любимые хайлайтеры от MAC. От The Balm. Наверное, хайлайтер от The Balm я даже люблю больше, чем от MAC. Хотя все-таки он для меня более праздничный вариант, а MAC более повседневный. И вот этот суперский бронзер такой классный-классный. Он тоже такой для меня не каждодневный, скажем так. И здесь у меня то, чем я пользуюсь совсем редко. Здесь у меня еще запасочка метеоритов от Guerlain. Дорожный набор от Lancome. Очень редко им пользуюсь. Вот купила в Duty Free. И как бы лежит он у меня. Я его даже не вожу никуда. Ну, просто вот хотелось, я купила, но не пользуюсь. Не начатый еще у меня бьюти-блендер такой от Real Technique. На Herbie заказывала. И вот такая вот коробочка тоже. Тут продукты, которыми не каждый день пользуешься. Ну, из самых популярных здесь база от Too Faced для теней. Очень классная. Естественно, мой любимый сейчас продукт. Duraline от Englot. И сейчас покажу еще вот эту вот штучку. Я пользуюсь периодически. Для глиттера клей. Вот, тоже Светочка мне все это присылала. Вот. И, кстати, пудра. Вот это очень классная пудра. Makeup Forever. В таком вот, скажем так, удобном формате для меня. Потому что я пудрой пользуюсь не часто. Такой конкретно фиксирующей. Но она иногда нужна. А потом я иногда крашу девочек. Но я ей пользуюсь. Тут у меня одна резиночка осталась на весь бабл. У меня сейчас стрижка короткая, поэтому пока резиночками не пользуюсь. Но лежит у меня. Дочке, кстати, они не подходят. Они слишком слабые для ее волос. Вот. Она, короче, не подходит. Пользуюсь только я. Ну, вот и все. А здесь, да, еще кисти. Такой-то такие. В общем, люблю я свою, знаете, кладовую. Это еще, конечно же, не все. Потому что в отдельном шкафчике, вот-вот-вот-вот, тут, лежат еще все палетки моей теней. Всякие разные, разнообразные. Вот это моя любимая от NYX. Сори, она такая залапанная. Конечно же, любимая Naked. И, конечно же, любимая MAC. Это, наверное, три мои самые любимые и популярные палетки. Очень редко я пользуюсь вот такой палеткой. Но она крутая. Она просто более вечерняя. Вот. Я в последнее время такой макияж делаю редко. Знаете, какой-то смоки. И вот такие мои маленькие любимки, которые я тоже... Которыми я тоже пользуюсь. Глиттеры от Nglot. Классные. Суперские. Ну, и, в общем, много-много всего. Вы это уже, в принципе, видели и не раз. Вот так вот. Иногда прям перебираю, знаете. И расслабляюсь. Как, знаете, как Кощей. Чахну над златом. Но, на самом деле, я перебираю периодически то, чем не пользуюсь совсем. Я отдаю. Или то, что... Ну, заканчивается срок годности. Или прям портится. Конкретно так. Особенно это касается, естественно, тональных средств. Каких-то корректирующих средств. Я, естественно, выбрасываю. Ну, не оставляю. А все остальное вот лежит с удовольствием пользуюсь. Та-дам! Пришла посылочка от Flip. Вот в таких огромных коробках. В последнее время у меня заказы приходят. Я как раз собралась ужинать. Ждала курьера. Его все не было, не было. И решила пойти поужинать. И он приехал. Так что я сейчас поем. А потом покажу вам, что же в этой посылочке. Я уже вскрыла посылку. Все достала. Уже детям отдала на растерзание наклейки. Они там вместе сидят, клеят. Опять-таки корм. Решила опять взять пурину. Вот этот Кэтчоу. Какое-то время его не было на сайте. Покупала другой. Но в этот раз решила опять. В общем, менять хочу коту корм. Чтобы он к одному не привыкал. Так. Моя прелесть пришла. Посмотрите. Кинг Ано. Первая часть. Я решила читать не сразу всю книгу большую, толстенную. А по частям. И вот эта вот серия в мягкой обложке. Вот этого издательства Аст. Она стоит относительно недорого. Я могу ее позволить себе. Это не расточительно для семейного бюджета. И таким образом она у меня останется в домашней библиотеке. И хочу я собирать книги Кинга, которые мне нравятся в домашней библиотеке. Чтобы их всегда можно было в случае чего перечитать. Или дать почитать. Вот. Хотя я не любитель давать свои книги. Но тем не менее. Маму или сестре я, конечно же, даю. Вот. Оно я еще не читала. Одно время я начинала его читать. Но что-то у меня не пошло. Я была не в том, видать, настроении. Так как кино я уже посмотрела. Мне теперь вот очень интересно. Очень интересно. Что же было в самой книге. Потому что я уверена, что книга намного многограннее, чем фильм. Будем читать с удовольствием. Сейчас покажу, какую книгу заказала детям. Мы в последнее время... Во-первых, детям я, конечно же, не перестаю покупать книги. Мы каждый вечер с ними вместе читаем. Иногда читает Каролина. Иногда читаю я. У нас уже детская такая библиотека неплохая собирается. Вот про эту книгу я слышала от блогера. Точнее, читала у блогера в инстаграме у одного. По-моему, у нее ник называется «Мама мышонка». Ее дочка очень много читает. И у нее есть отличная подборка детских книг. Таких, знаете, про которые я и не слышала. Книга, кстати, тяжеленная, толстенная. Такая очень, посмотрите, красивая. Что здесь изображено? Издательство «Махаон». Вот, называется «История, конца которой нет». Кстати, немного названия у этой книги отличаются, по-моему, в разных изданиях. Вот именно у этого издательства она называется «История, конца которой нет». И именно вот такую книгу этот блогер у себя и показывала. Автор Михаэль Энде. Ну, очень ее хвалят везде, во всех отзывах. У этого автора, по-моему, еще есть произведение. Не, по-моему, а есть. Вот. И очень-очень, ну, как бы, читатели хвалят его произведение. Вот. Мне самой интересно читать книги детские, которые я еще сама не читала. И будем мы с ними потихонечку погружаться в эту историю. Потом обязательно расскажу. Сделаю вам, наверное, отдельно путеводитель такой видео. Путеводитель по нашим детским книгам. Но, в целом, у меня все стандартно. В детской библиотеке это наши книги, на которых мы выросли. Ну, наше поколение. И вот хочется к ним добавить еще что-то такое, чего в моем детстве лично не было. Книга, конечно, не дешевая. Но вот детскую библиотеку я стараюсь все-таки пополнять качественными книгами. Так. Вот такая вот книжечка. Это на подарок я уже взяла. Отсвечивает. Книга-пазл. Это, между прочим, неплохое такое вот... Неплохое развлечение для деток, которые только-только вот познают, что такое книги. Здесь можно и почитать, и вот собрать... Собрать картинки. На флипе их был раньше большой выбор. Сейчас не знаю. Тем более вот эта вот история про львенка и черепаху. Ну, кто ее не любит, да? Так. Дальше, что тут у нас? Свечи. Я показывала вам или не показывала? По-моему, показывала. Рома-лампу. К ним вот докупила такие свечи. Они обычные, без запаха. Ну, надеюсь, будут хорошо долго гореть. Потому что быстро такие свечки, конечно, заканчиваются. Ручки. Ручки тоже беру на флипе. Ручки советую очень фирмы вот этой Берлингу. Мне лично нравится вот эта ручка 0,7 мм. И вот эта вот, кстати, тоже неплохая ручка. Они такие яркие, знаете, жизнерадостные. Детям нравится, и мне нравится, и цена у них отличная. Так, закладка. Так как я буду читать теперь и себе, и детям. У детей, по-моему, какая-то у нас уже есть закладочка детская. Это я, собственно говоря, себе взяла такую с пончиками. Тут еще зачем-то линейка. Ну, в общем, закладка. Мамули я заказываю всегда вот такой дезодорант от Эко-лаборатории. Део Кристалл. Сама я пользуюсь обычным кристаллом. А маме обычный кристалл что-то не понравился. Она любит вот такой вот. И на флипе он стоит, по-моему, дешевле, чем в обычном магазине. Так, что еще? А, еще одна ручка. Тоже, кстати, вот. Ну, это, не знаю, папе нашему, наверное, подойдет. В такой раз с вас прервали. В этот раз из косметики все скромненько. Решила повторить любимую тушь. Тоже от Люк Визаж. Be Crazy. Для объема она с кисточкой-ложечкой. И она хорошо подкручивает и удлиняет. Там дети на заднем плане кричат. Так, что, блин, я даже не знаю, куда зайти. И любимая моя мицеллярочка. Вот именно вот эта вот, которая с зеленой крышкой. Как-то она мне больше у всех в последнее время нравится. Зеленая же корыца. Это, ну, такой же, в принципе, почти и у нашего кота. А это я заказала маминому коту. Надо было обновить. Сибирская кошка. И остался у нас термос. Давайте посмотрим термос. Каролине сейчас нужен термос, так как она занимается на улице лыжами в зимнее время. Нам нужен термос, чтобы после тренировки она пила горячий чаечек. Вот, да и, в принципе, у нас есть термос у мужа, но он носит его на работу постоянно. Соответственно, дома у нас термоса нет. Поэтому вот этот термосик будет Каролинке. Ну, и дома мы что-то в нем сможем заваривать. Термос фирмы Кавайи. Не знаю, сейчас вот откроем. Давайте посмотрим, что он себе представляет. Так, я вот его открыла. Да, у него колба, конечно, не стеклянная. Я не знаю, как он будет держать температуру. Я надеюсь, будет держать. Ну, чем он мне понравился, объемом и ценой. Ну, посмотрим. Будет хорошо держать температуру? Хорошо. Не будет держать, но придется какую-то другую покупать. На 500 мл он. Не знаю, что тут написано, почитаем. У нас вообще наш большой термос, он, конечно, со стеклянной колбой. Он очень долго держит температуру. Этот вот без понятия, что это значит. Металлическая у него получается, да, колба. Надо погуглить. Так, он желтенький, жизнерадостный. Такая вот кружечка. И такой силиконовый ремешочек надевается на ручку. Понятия не имею, как его вставлять. Но будем разбираться. Смотрите, какой у нас закат. Я не знаю, передаст камера это или не передаст. Окна, конечно, не очень чистые. Сори, потому что у нас здесь перманентно идет стройка. Вот. Потому что на улице мороз. Поэтому такой вот офигенный закат. Ну что, видео буду свое заканчивать. У меня сегодня вид вообще не для съемок. Я даже не хотела вам показываться. Но я хочу снять концовку и как-то не показать себя. Это будет неуважением, наверное, по отношению к вам. Потому что мы с детьми уже почти неделю сидим дома. И просто вот, когда они вдвоем дома, особенно ромашка у меня болеет, вообще, вообще не до себя, при том у меня дико электризуются волосы. Я не знаю, в чем дело, девочки, мальчики, в чем происходит. Почему волосы так сильно электризуются? У меня они не электризовались так раньше. Пойду я сейчас приводить себя в порядок, делать себе маску для волос. Приводить в порядок волосы и вообще себя. Вот. Для нас, честно, это аномалия. Я никогда не устану все-таки удивляться нашей погоде астанинской. Сегодня только 21 ноября. А у нас уже 3 дня подряд детям отменяют школу. Потому что, ну вот, 25-30 градусов с таким холодным ледяным северным ветром. Уже вот такая вот погода держится 3 дня. Еще по календарю зима не наступила, мы уже успели замерзнуть. Вот. Так что мы сидим дома. Пока, кроме влогов, ничего не удается снимать. Но я надеюсь, что вы их смотрите, что они вам все-таки нравятся. Обязательно оценивайте, комментируйте, оставляйте запросы. В общем, все, как обычно. Я очень рада вашей обратной связи. И, надеюсь, увидимся очень скоро. Всем пока!